Маршал Душук, здравствуйте! С вами Табар Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Итак, смотрите сегодня. Бенуевская весна – фестиваль по возрождению национальной культуры и обычаев. Восхождение на гору, конкурсы, спортивные состязания и еще много другого интересного. Любят и знают историю своего народа. Как прошел праздник под открытым небом и чем запомнится второй фестиваль памяти Ахмата Кадырова. Торжественная церемония в самом центре Нажаюрта. После реконструкции открылась главная улица села. Довольны и гости, и жители. Это только первая ласточка. Строительством охвачены многие объекты. Деловой визит и высокая оценка. Первый вице-премьер правительства России назвал Чечню динамично развивающейся. У вас вот жилье в первой половине этого года на 80% больше, чем в прошлом году. Первое место в стране по строительству жилья и не только. Чечню любит строить. Как прошла рабочая поездка, что увидел и где побывал московский гость. Халяльная продукция «Мэйден Чечня» готовится покорить внешний рынок. Мы поставляем сейчас в Пятигорск. Мясные, молочные товары и напитки в списке лучших в России. Уже наработаны рецептуры, где-то 12 наименований. Как развивается одна из самых прибыльных отраслей экономики. Полторы тысячи рабочих мест – зерновые, овощные и бахчевые культуры местного производства. Перспектива открытия Капустинского водохранилища. Мы на год раньше целью задались начать строительство Капустинского водохранилища. Как идут работы в одном из самых засушливых районов республики. И когда завершится строительство. Уже через несколько лет здесь будет уникальный в своем роде объект. Уже второй день в Нажаюртовском районе проходит фестиваль «Беноевская весна». Он посвящен 65-летию со дня рождения первого президента Чечни. И призван возродить традиции и обычаи наших предков. Над организацией праздника культуры и спорта, как его называют по-другому, трудились многие ведомства, включая и телеканал «Грозный», который стал информационным спонсором. Начался фестиваль с восхождения на гору Беной-Лам. Более 180 участникам предстояло пробежать 5 километров пути. Маршрут был не из легких, так как дорога все время шла вверх. Однако слабых в числе бегущих не оказалось. Ислам Магоматов продолжит. Участники первого этапа ежегодного фестиваля «Беноевская весна» собираются к старту с самого утра. Восхождение на гору Беной-Лам в рамках фестиваля проводится впервые. Спортивные соревнования и марафоны на длинные расстояния становятся неотъемлемой частью крупных мероприятий в регионе. Желающих принять участие в сегодняшнем кроссе оказалось много. Поднятие на вершину в этом году – это первый раз такая дисциплина. С инженерки кроссы бегали, две тренировки делали. Готовились тщательно. Рамзан Ахмадович уделяет особое внимание молодежи. Это очень перспективное направление. Очень много всероссийских международных стартов у нас в республике. И вот такие фестивали становятся уже традицией. Каждый район имеет право заявить 10 атлетов на один из самых трудных этапов фестиваля. В итоге со старта рванули более 180 человек. Рамзан Кадыров лично дал старт соревнованию. Протяженность данного маршрута более 5300 метров. За исключением лишь небольшого отрезка в самом начале он весь пролегает в гору, в связи с чем участники испытывают колоссальные нагрузки. Тем не менее, все марафонцы дошли до финиша. Редактор субтитров А.Семкин На протяжении всего маршрута за участниками восхождения наблюдал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лично подбадривает каждого спортсмена и встречает их у финиша. Держи! 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 Валь, валь, валь! Первое место в итоге завоевал житель Грозного Виктор Чуралев. Вторым оказался уроженец Гудермесского района Усман Захаев. А третьим финишировал представитель Биноя Магомед Тимирбаев. Тройка призеров завершила восхождение с отрывом всего в несколько метров. Награды победителям вручил лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Внимание, уважаемые любители спорта, сегодня мы провели кросс Деной-Лам. И сейчас приступаем к приятной процедуре награждения. Первое место и 500 тысяч рублей приз. Медаль за первое место и кубок получает Виктор Чуралев. Дорога Магомеда. Из регионального фонда первого президента. Последние 7 месяцев вы забираете, потому что удачи. Второе место и 300 тысяч рублей с регионального фонда получает Усман Захаев. И третье место и 100 тысяч рублей получает Магомед Тимирбаев. И внимание, все участники сегодняшнего старта от регионального фонда Ахмад Хаджи Кадырова получает по 10 тысяч рублей. Давайте поблагодарим. Поздравляем победителей. Желаем удачи. В год будем проводить мероприятие. Виновская весна будет продолжаться. Я желаю вам счастья, удачи. Всем призерам были вручены кубки и медали, а также крупные денежные вознаграждения за счет регионального общественного фонда имени первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. За первое место 500, за второе 300 и за третье 100 тысяч рублей соответственно. А все участники кросса получили по 10 тысяч рублей. Я желаю вам счастья, удачи. Забег был тяжелый, потому что проходит на высокогорье. Опыта на такой высоте бега нет. Очень приятно, что сам глава республики Рамзан Ахматович был рядом, поддерживал. Говорит, давай, давай. И каждого участника подъезжал, подбадривал. В этом году фестиваль «Беноевская весна» приурочен к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Данный кросс в рамках фестиваля будет проходить ежегодно. В следующем году в конкурсе «Восхождение на гору» сможет принять участие любой желающий житель России. Ислам Агамадов, Магомед Сулейманов, Даут Куруев. Новости 7. В рамках «Беноевской весны» в самом центре района открылась главная улица Нажа-Юрта. Мемориал памяти Ахмада Хаджи Кадырова. Целый ряд объектов дорога полностью реконструированы за два месяца. В селе выполнено много работ для улучшения жизни населения, включая вода и газоснабжение. В торжественной церемонии принял участие и глава республики. Подробнее из СМИ Нагацаева. Благоустройство центральной части села Нажа-Юрта затронуло практически все сферы жизнедеятельности. Отремонтированы и реконструированы все социально-экономические объекты, которые хоть как-то влияют на облик высокогорного села. На торжественное открытие приехал глава республики. Он напомнил, что первый президент уделял особое внимание развитию горных районов и возвращению людей в эти места. Я хочу выразить благодарность главе администрации Вахту Геремееву за оперативность и высокое качество исполнения работ на объекты. Я желаю вам мира, счастья и протестания. Я желаю вам мира, счастья и протестания. Я желаю вам мира, счастья и протестания. Политические партии «Единая Россия» в регионе Йокчина доходили конференции, именно в Нажа-Юрте проводился. Тогда, раз совсем были другие времена, все военные сотрудники спецслужб, правонарственные органы категорически были против проводить такие мероприятия в горной части территории. Амад Аш, как патриот, как человек, который готов был отдать свою жизнь ради народа, ради мира, определил другие цели и задачи. И он начал возрождать нашу республику в горной части. И я помню его слова. Если мы сегодня боимся выехать в горной части, быть народом, тогда какие мы патриоты. От имени жителей райцентра главу региона поблагодарил руководитель муниципалитета. Многоквартирный домашний, 3000 квадратных метров фасадов, 1500 квадратных метров кровли. Капитальный ремонт есть, благоустройство есть. Многоквартирный домашний, который был в Казахстане, был в Казахстане, был в Казахстане, был в Казахстане. Многоквартирный домашний, который был в Казахстане, был в Казахстане, был в Казахстане, был в Казахстане. Над Чечней торжествовало зло, и от свиста, поль земля устала, смерть носилась из села в село. Крохот в бомб отчаивались люди, рушились добротные дома. Что же делать? Что же с нами будет? Сколько может длиться эта тьма? Трудные прогнозы через горе. Так, перехватившиеся людей. Плачут города, селения, горы. Словно их заколдовал злодей. Сердце беспокойное в тревоге. Как закрыть глаза на это зло? Как найти спасителя такого, чтобы все в Чечне не умерло? Голос сердца, разума и чести. Не молчи, откройся и скажи. Бог, верни нам мир на этом месте. И прислал нам Бог Ахмад Хаджи. И пришла войне альтернатива. Как Ахмад Хаджи заговорил? С мудростью и с правдой терпеливо. Что преградой стать полям могил. Год за годом сокращались трупы. И повел нас в жизнь Ахмад Хаджи. Убеждая, что конфликты глупы. А с Россией надо в мире жить. Выйдя из кровавого тумана, Зашагал за ним его народ. Не желая быть в плену обманом, На который нас война зовет. Сотни обездоленных бедою Шли к нему за помощью людей. И не зная для себя покоя, Презирал он тысячу смертей. Страшный взрыв раздался на Динамо. Кто подумать мог об этом зле? Но Ахмад Хаджи идет упрямо. Вместе с нами по родной земле. Над Чечней теперь мирские зоры. А над Сунь же лучезарный вид. А над ним родные духу горы. Вечный обернувшись монолит. Он глядит на поступь мирной жизни. Человек, закончивший войну. Как отец заботой об отчизне. Мирный дипломат на всю страну. Здесь же в честь заслуг Ахмада Хаджи Кадырова перед чеченским народом открыли мемориал его памяти. Собравшиеся после разрезания красной ленты возложили цветы как белиску. Уже после, осматривая отремонтированную центральную улицу села, глава Чечни посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции, которую раскинул здесь же на одной из вновь построенных торговых площадок. За время реконструкции заменены ветхые коммуникационные сети и проложена новая дорога. Местные жители в один голос заявляют, село заметно преобразилось. В селе ликвидированы все стихийные ринки. Построены новый гастроном прямо в центре. Неподалеку раскинулся торговая площадка, где местные сельхозпроизводители смогут реализовать свою продукцию. В рамках работы почти полкилометра построили новую дамбу и дорогу вдоль правого берега реки Ямансум. Созданы условия для пассажиров. Построен новый автовокзал. Капитально отремонтировано 8 муниципальных многоквартирных домов, которые ввиду своего возраста находились не в лучшем состоянии. Заменена кровля и система отопления обновлен фасад. Теперь даже смотреть приятно, признаются квартиранты. Тротуары аккуратно уложены прыщаткой. На протяжении всей центральной улицы установлены декоративные ворота и ограды, которые придают добротный вид. Для многих жителей решена проблема с водоснабжением. Центр села буквально получил второе рождение. Рабочие трудились, можно сказать, круглые сутки. Не мешали работам даже погодные условия. Все, что можно было сделать для благоустройства центральной части в Нажаюште, уже сделано. Для самых юных Нажаюштовцев сегодня был двойной праздник. После завершения официальной части среди детей устроились забег. Тем, кто вошел в первую сотню участников, что добрались до финиша, фонд имени Кадырова подарил велосипеды. Торжественно накануне открылся и магистральный водопровод в Беное. Он сможет обеспечить пять высокогорных сел района. Водопровод построен меньше, чем за месяц. Его протяженность составляет более 20 километров. Линию провели от истока в реке Аксай. В ближайшее время планируется прокладка 36-километрового водопровода, который позволит обеспечить водой остальные села. Субтитры создавал DimaTorzok. В селе Стерчкерч открылась новая мечеть. На 200 человек святыня названа именем Тахира Чалаева, героически погибшего в борьбе с терроризмом в Ножиуртовском районе 8 лет назад. В торжественной церемонии открытия молельного дома принял участие глава республики. Рамзан Кадыров поблагодарил своего помощника Амхада Хататаева за активное участие в строительстве мечети и отметил заслуги братьев Чалаевых, которые в самое тяжелое время, встав рядом с Ахматом Хаджикадыровым, храбро боролись с терроризмом в республике. Старая святыня была разрушена в результате оползней. Новую возвели за 24 дня за счет средств фонда имени первого президента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двери для верующих скоро откроет и мечеть имени шейха Юсуп Хаджи в селе Кошкильды. Строительство святыни начато больше года назад и находится на стадии завершения. Глава республики проинспектировал ход работ, ознакомился с внутренним убранством и отметил высокое качество. Мечеть рассчитана на 3000 человек. Строители заняты благоустройством территории. В ближайшие дни состоится официальное открытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Программа с «Мечри» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Быверж тебя. Они не знают, что это. Не намеряй, либо изнаношение. Все из которых мы будем занимать в последние темы. Я думаю, что сейчас уже нет. Ты же думаю, что мы не будем. Это действо. Наши или нет. Они не могут. Они есть. ловерное и poetry. И мы смотрим. А через вечер винах. Сейчас она в цирке, часто дай. Один, даже в наших venках. Особенно мы сделаем это в России. Праздник в Биной собрал тысячи жителей республики и соседних регионов. Немалое количество и участников. На фестивале народного творчества определились победители конкурса «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа». Он проходил по трем номинациям, лучших выбирали из более ста работ. Прошел в рамках фестиваля и телевизионный конкурс «Синмейхалш». Все подробности у Магомеда Салтамурадова. Фестиваль народного творчества «Бинойвская весна-2016» собрал сотни зрителей. За происходящим на сцене с неподдельным интересом наблюдает каждый в числе почетных гостей глава республики Рамзан Кадыров. Началось открытие фестиваля с награждения лауреатов конкурса «Знаний общества Биной в истории и культуре чеченского народа». Он проходил в трех номинациях – «История Бинойа», «Биной в литературе и прозе», «Биной в декоративно-прикладном искусстве» и «В живописи». Конкурс показал, что очень многие и молодые люди, и пожилые, люди разных возрастов, разных социальных категорий, заинтересовались этим конкурсом, что они любят и знают историю своего народа. У нас много талантливых литераторов. На конкурс было представлено около ста работ. Из них нам пришлось жюри отбирать, предполагалось, девять мест. Но поскольку действительно были очень талантливые, очень хорошие работы, мы многие места разделили на две категории, по два автора, потому что нам хотелось охватить как можно больше авторов. Заявки на конкурс принимались чуть больше трех недель. За это время членами жюри было зачислено более ста работ. В каждой номинации определили по три призовых места. Юсуп Дадаев – один из тех, кто подал свою работу. Она была посвящена истории селения «Биной». Здесь, значит, «Чирабена» на этом старом Беневском хуторе. Я получил из-за удовольствия. Не только красота природы, не только великолепные горы, пейзажи, но одновременно красивые и прекрасные чеченские народы. Какие прекрасные, добрые дела делаются здесь. Проезжая по этим горам, я здесь десятки раз был, бывал и до войны, и был еще 30-40 лет назад. Но когда сегодня видишь дорогу, которая проходит до Бену, это просто душа радуется. Сегодня Чечня находится на очень правильном пути. Чечня созидает, Чечня строит, Чечня восстанавливает могилы предков, выводит порядок. Смотря, как улучшается санитарно-социальная инфраструктура республики, просто душа радуется. Много гостей приехало не только принять участие в фестивале. Среди них есть и те, кого много лет назад буквально заворожили эти горы. Магомед Апанди Дадаев хорошо знаком с историей войнахов. Ведь братским народам пришлось пережить вместе немало трагических событий. Все время, когда каждый раз бываю в Чечне, я поражаюсь, удивляюсь тому порядку, то, что здесь навели главой республики и сами жителями. Радую то, что, например, как встречают чеченцы, умеют. Нужно отдать должность, что здесь еще сохранился те моменты, этикет горцы и горянки, уважение к старшим, обычаям, традициям. Действительные леса Нажайуртовского района, они еще привлекательны, когда здесь идешь пешком. Я в свое время лет 20-25 тому назад ходил по этим местам пешком. И то, что здесь идет заново возрождение, которое делает Рамзан Кадиров, это удивляет, поражает. Жюри было непросто определить победителя конкурса. Лучшая в номинации «История Бенойя» признана работа Лечи Ильясова. Его души – негасимый свет. Ахмад Хаджи Кадыров – великий сын страны и представитель Тейпа Беной. В номинации «Беной в литературе и прозе» первое место заняли сразу два участника. Автор рассказа Сасила Гюртхуа Румиса Алханова и автор поэмы Дюенула Гаттенеце Саидбек Дакаев. Победу в третьей номинации «Беной в декоративно-прикладном искусстве и живописи» жюри присудило Харону Исаеву за портрет Ахмата Хаджи Кадырова. Первый день фестиваля в Щербена прошел очередной отворочный тур республиканского культурно-просветительского телевизионного проекта «Синмехалш». Самодеятельные коллективы Веденского, Грозненского районов и Департамента культуры Мэри Грозного соседались в номинациях «Эпическая песня», «Чеченские народные обычаи и традиции», «Юмор», «Сатира», «Наставления» и «Народные умельцы». Театрализованные выступления творческих коллективов зрители встречали восторженно. Все участники показали хороший уровень подготовки, но строгому жюри пришлось выбирать лучших. Первое место заняла команда Департамента культуры Мэри Грозного, набрав в общем зачете 121 балл. На втором месте коллектив Грозненского района, который отстает от лидера лишь на один балл. Коллектив из Веденского района выбыл из проекта. По указу главы Чечни за воспитание образцовых детей жительницу селения Беной Зилбику Делимханова наградили медалью Нейнанси. Высокую награду Рамзан Кадыров вручил лично. 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 Готовый народ. Высокую награду Рамзан Кадыров вручил necessary. Высокую награду Рамзан Беной Зилбик вручил лично. Высокую награду Рамзан Кадыров вручил лично. Рамзан Кадыров наградил в этот день и матерей сотрудников правоохранительных органов, которые погибли при проведении спецоперации. Медалями защитнику Чеченской Республики и за заслуги перед Чеченской Республикой глава региона отметил еще 11 влюстителей правопорядка. В рамках Биноевской весны прошел также слет юных туристов. Каждая команда на поляне разбила палатки, ребята соревновались в эстафете и прохождении полосы препятствий. Занятия проводились по специально разработанной программе. Юные туристы осваивают технику безопасности, навыки поведения в реальном походе в лесу или при переправе через реку, учатся готовить еду на костре и ориентироваться в местности. Восстановление села Саэссан завершено. Реконструкция здесь была начата по поручению главы республики менее месяца назад. И уже накануне состоялась торжественная церемония открытия. На праздник собрались практически все жители села. Поздравить их приехали почетные гости, среди которых Рабзан Кадыров и другие официальные лица республики. Реконструкция села Саэссан. До новых встреч, которые будут сегодняшним отчетом, у нас есть несколько лет, и я хочу сказать, что я люблю ее. Я не могу. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я люблю ее, как я люблю ее, и я люблю ее, и я люблю ее, и я люблю ее. сезон, как и все и во время века, но там есть недостатки, и знаете, что дин, элег, и быстро дома дома , мало людей, и главное, на вооружение этого, во время века я нарисовал эту систему, что сезон века уже, где я не смогла пройти эту систему. Ы И . Х . 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 Но рассказывает, как нам нужно, как изменить историю, и что это историю, изменить, искусство и срока. И что тогда, когда мы говорим, мы говорим, чтобы искатьỡны или наоборот, которые могут быть которыми мы продолжаем. Ислями, и если иметь, военность, усилий, военность, сувор extreme, военность, вхажные на улице. Все, военность, 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 военность и военность. Это военность. Вы providing и заставку командирований, военность. По хаве в сайте, здесь есть Баршевский сестра, в суботних сестра в сайте, в сайте, власти, власти, власти и власти, власти и власти, и еще один раз. Сегодня от нас в жизни руководства, и привести черезодинку, чтобы усиливать эту сзаказку. И это значит очень важный день. Спасибо за просмотр! 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 Привет! Спасибо! 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 Спасибо!